Ну что, как я и предполагал, реакция москва-баских на вчерашнюю осечку зенита была более чем предсказуемой. Ура! Бомжи опять потеряли очки! Это для нас такая неписуемая радость! Даже не за свои победы порадоваться, а за то, чтобы эти питерские выскочки без истории, без ничего, только с огромным кошельком денег потеряли очки для нас только эта радость. И прикрываются они словами, чемпионат будет интереснее. Господи, так смешно за этим наблюдать, если вы знали. Особенно смешно слышать, что будет чемпионат интереснее. Ребята, вы серьезно? Нет, с одной стороны, конечно, пример Химок может постигнуть другие команды более смело играть зенитом, но... Что-то мне подсказывает, что после того, как Симак исправит все недочеты этой игры, в следующих играх вы увидите совсем другой зенит. Я вам скажу так. Чтобы радоваться в натуре, вам нужно было, чтобы зенит в этой игре выиграл 1-0 или 2-1. Вот тогда реально был бы повод для радости, потому что это означало бы, ну, то, что в зените происходят какие-то глубинные процессы, которые пока на поверхность не вылезли. Но с первой серьезной осечкой они на поверхность вылезут, и тогда достанется по полной всем. Помните, как зенит в пятнадцатом году после чемпионства, когда в Европе он был на коне, дошел до четвертого финала Лиги Европы, а потом выдал пятиматчевую победную серию в Лиге Чемпионов? Помните? Это еще перед Лигой Чемпионовской серии. Зенит тоже шел после первых туров в чемпионате лидером, но проиграл сначала Краснодару, потом после гостевой победы проиграл дома еще Крыльям Советов. И знаете, что с трибуны неслось? Снова на футбольном поле. Боже, хуй! Вот такому раскладу вы в натуре могли бы радоваться, потому что это означало бы, что в зените реально что-то творится. И кони действительно в это же самое время выдали восьмиматчевую победную серию, в девятом туре и два не дернули нас, но зенит спасся. И, кстати, не в последнюю очередь благодаря тому, что Боша дисквалифицировали, потому что вместо Боша знаете, кто сидел у нас на тренерской скамейке? Правильно! Сергей Богданович Симак! Сергей Богданович Симак! Сергей Богданович Симак! Вот. А то, что зенит сыграл в ничью, конечно, недельку это вам порадоваться даст. Примерить на себя шапку Мономаха, конечно, может быть даст. Может быть, если ваши помойки каким-то образом сумеют в первом туре победить. Но, честно, я надеюсь, что они потеряют очки. Но, вообще, в стратегической перспективе вам следовало бы не радоваться, а плакать. Потому что такая ничья с таким Симаком, на самом деле, это приговор, как вы говорите, нашему чемпионату. Потому что, ну, почему я уже говорил в предыдущем ролике, повторю еще раз. Симак после таких вот неудач проводит работу над ошибками, исправляет все нюансы. Все шероховатости, которые были в игре, в головах. И вот тогда на поле уходит совсем другой зенит. Такой, который я прекрасно люблю, в Питере прекрасно любит, а у вас прекрасно ненавидит. Вот и все. Спасибо. Спасибо.